сортов здесь очень много да я смотрю и по вкусу отличаются вот это конечно особо прямо крупные сладкие вот этот вот сейчас покажу что это такое для интересного я вам не скажу какой-то к сожалению да потому что это сажали до меня меня еще здесь не было поэтому я даже не скажу вам какой сорт но это действительно очень вкусно да она наберет рано для глубики до наберет обязательно и чуть-чуть побольше солнца влаги уже было достаточно ну конечно без полива никак год на тем более они же любят это же болотистый и конечно торф торф нужен а если глинистые под основа почва а вверх просто надо сделать на холме на холме нельзя там дренаж никуда это вода твоя не уйдет никогда в общем холм формировать из щепы рубленый там и камнями обложить если у вас мало например вот этот наш цикл в марте срезаются черенки прошлогоднего прироста нарезается сантиметров 10 тыкается и потом это как цыплята на самом деле есть такой здесь нюанс в то время когда она начинает укореняться надо приоткрывать для проветривания и тогда снижать полив и чтоб сильно не уплотнялась почва из избыток воды загнивание молодых корней и она погибает это делают еще допустим песок или вермикулит и вот проливка идет не будет ну а если песок и идет как гидропоника аквапоника то есть вот это у меня такого опыта нет но на 6 лет второй год у меня вот такой только а до этого мы мучились мучились это совсем не просто раскрываете потом да то сначала она закрыта вот спарбонов да нет и пленка и пленка ангода еще в теплице стопроцентная влажность чтобы было грунта должна быть выше чем температура воню поэтому сверху охлаждается вот это у них их растет летними черенками без спонбонда просто в теплице у каждой свои предпочтения у кого что лучше получается по разному можно добиться да 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 но зелеными черенками в принципе я считаю что у меня получается очень хорошо сейчас в марте потому что это долго еще будет расти и будет уже такой хороший кустик а сколько раз растет вот в марте черенковали мы осенью уже в сентябре начнем пересадку перевалку в горшки что не успеем остается на апрель тут уже как нагревается теплика какой цикл да 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 но до апреля они еще будут расти и они будут гораздо лучше чем те которые мы пересадили осенью то есть у него горшки конечно лучший вариант да наоборот хуже то есть если вы оставите в почве и следующий подрастать понятно следующий весной пересадите в горшки единственное время да немножко теряется и а в почву уже когда из горшков второй год нет осенью уже можно продавать а ну а себе если вы делали да вы себе это на разочем горшки сразу пересаживаете да но это все выкинутые горшочки смотрели это что-то мы посадили зимними черенками земли это первый раз мы делали на улице и прекрасный результат они не подгорели ничего пленку потом проветриваем да но теперь уже пол влажность такой не нужен да таким да уже не нужно потому что это главное чтобы не уплотнить вот это через но вытесняется воздух все загнивают и а чтобы не уплотнить наверное все таки вот та самая щепа в принципе не хвойных пород да можно применять вы знаете вот советовать здесь не могу вообще не настолько индивидуально зависит от фракции вашего торфа зависит от температуры и самый главный человеческий но торф местный да тут проблем нет с торфом да но он не очень хорош не очень а чем вот знаете там фракция должна быть 10-20 10-20 а тут 10-20 слушаю не полностью перегнившие так молокно чтобы было понятно а у поляков когда мы у них покупали ватеродендроны или что-то там вереску в горшках у них пружинит прямо их торф какой-то такой фрезерованный какой-то вот что же пружинит и как они его как они не уплотняется каким образом непонятно очень воздушный какой-то воздушный вот просто как поролон технологии то же они что-то там да да и от торфа еще зависит здесь каждый люди из витебска аж везут вот это сорт тора он еще кислый 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 да 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 и в междурядьях посадили гречиху чтобы подавили сорняки ну потому что экологическое земледелие вот соломой конечно вот это съедает настолько много азота из почвы бактерий когда перерабатывать просто ужас и нивелировать это очень трудно и поэтому на песке самый лучший показал себя солома ну если глина то можно конечно щепу и можно можно вот потому что величевский у него 300 гектаров он делает в польше только щепой а у него тоже органическая или нет а химию добавляется применяют но тем не менее он поставляет в норвегию в англию и там жесточайший контроль за всем этим но все равно он добавляет ну а вы вообще не применяете нет 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 ну видите вот да 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 и сорняки видно вероятно просто меньше урожайность чем у него конечно потому что естественно это урожай от этого очень сильно зависит конечно а вот этим сколько азота 5 лет если дать аммиачной селитры будет зеленые листва шикарные пусть урожай больше в прошлом году два месяца не было дождей влаги не хватило и некоторые кусты не заложили цветков хочется привести вот в идеальный порядок вот эти шесть гектаров потом браться с другое да так а это видимо с пилорам привозят потому что это никому не ну конечно тот органика да к тому же закисление небольшое тоже ну если азотом посыпать вот эти опилки это вот это перегниет все и вот этим уже можно будет потом ну в принципе можно почему нет азот минералы а это вот щипа вот стружка крыма делают виноградники цилиндрует бревна и вот это у них никто не берет это же великолепно это вот мы привезли лесопилки остатки там под пилорамы кара здесь все видите вот это мы привезли шампиньонницы да отработанные работаны да а потому что наверно грибы все вы выжили то есть высосали до понятно да и потом опять такие грибы же они все взяли практически там даже когда они бывали вы там есть комки охват как ну давай это не будете использовать конечно я это знаете вот пока вылежится я посмотрю потом может быть подкакивать может быть поддаю какие-то рододендроны или под что то такое когда наверное можно смешать но за 3 это вот наша новая школка о которую мы закладываем уже вот как как хочется как правильным как можно выпилили здесь тоже лес весь здесь тоже вот такой был вот она много этих это накрыли и вот здесь видите ли на восточную сторону растет посажены одновременно в тени не просыхает торф и намного хуже себя чувствует голубика здесь просыхает защищена западной стороны суши великолепно она обогнала ту наверно раз в четыре включается просто по компьютер по датчику там полу здесь я включаю а вручную да потому что потом надо будет там сначала открыть вот здесь вручную потому что от погоды за 32 градуса и 17 с большой то есть лишнее можно тут нежелательно ну да не всегда лиц и до километра а ну в принципе да так в полу тени да здесь тоже здесь тоже здесь заложили маточник еще один брусник красота не клюквы здесь тоже клюквы здесь другой сорт клюквы и здесь получилось тени здесь себя растение очень хорошо включаю как раз голубику да тоже прошло здесь голубики еще нет но не к клюкву только мы поставим поставим а клюк вот эта крупная да будет вас тогда до самый ценный ручной сбор вот этот сорт лежит до марта мит да вы что слушайте а вас же здесь этот да а я сразу заниматься то есть вы обкопали 33 таких чека три таких когда она разрастется она сорняки уже подавляет но сама надо помогать дергать вручную а сколько у вас людей вот хозяйство работает что вот это все ну человек 45 45 ну сезон больше конечно сегодня 18 она и когда сбор идет уже чисто он же ручной без всяких скрипков а сейчас у меня подобрали девчонки такие женщины 60 отлично но это панель надо решили сделать так сделали знаете два года там вот такой же ров бревна но все как у холдера написано так и знаете оправдал себя тут я ее не поливаю вообще не надо какая то что это что же а что это за сорт такой ну и а пока не было до или это то есть пошли с корневых этих да потому что у них уже прошлом году были помидорики внизу бревна да наверное потом опилки зерна там все вместе на все навалено вот здесь у меня картошка тоже все померзло но я жутки смотрю наш да нашли 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 очень приятно в прошлом году здесь две змеиные шкурки были здесь тепло ну да да и рыхло могут залезть ну кабачки ты наверно вообще тут должно быть много было в мая я поздно все это посадила да но это тракторами да сделают изначально мы бульдозером сгребли сначала да сложили глубины сделали канаву потом заложили мне потом уже целый год когда было время то навоз насыпем по солому то еще чуть бачки цветет вот это да красавчик как он про лес интересно даже не знаю что за сорт а у вас несколько да их ой здесь много сортов у меня все уже перемешано и не понять да уже что где там наш все подписано а здесь просто радость и семян кто так ну кто из чего ведь они считают вы все будете обсаживать а если голландские взять то там конечно и вы знаете проблем будет много или польские да потому что это как человек вот привык да хотя из польши то хвойники в принципе везут ничего так и ту и воники ничего они не болеют мне на это другую аристократы да там вас прям много много очень красиво когда не в мае цвели это ну конечно восторг немоверный если вы будете на траншею дарыть прямо и да мы тоже так же делали по типу хольцера бревна и кору кору и все хорошо такую щепу изумительную возят прям мы-то делаем то есть ольху осину из лесов ну когда там лес заготавливать да и такой огромный агрегат куда туда стволы вставляются он расщепляет и прям щепу превращает ну и вот этим конечно можно всю площадь завалить перегниет будет великолепный чернозем к тому же минералов полном составе ведь в лесу все есть в отличие от искать коровый компост показался как лучший лучший самый лучший стран конечно там бегу минеральный состав очень богатый а навоз корову он пасутся на тех же полях что 10 лет 20 на там чужими поэтому и потом они семена конечно и сырники а паразиты вот смотрите вот это я засыпала сюда так навоз да просто вот не могу и все и тяпка и девчонки да это бессмысленно и сажала и это редьку масличную ничего не помогает ну а там конечно а там вот соломой просто на следующий год завалю это соломой метровым слоем вот если была бы да я бы возможность там скажем вот щепы на приольху осиновые там насыпать сантиметров 10 ничего бы не проросло вообще ничего чем там и эффект и сбережение воды влаги и тепла подожгнение микро аэробная микрофлора работает и черви потом из их только не поедят борозубки всякие а вот здесь соломой ну просто шикарно вот видите там даже и суховато она рыхлая рассыпчатая и воздух и глубоко проходит но 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 конечно одним пальцем вову вот совершенно под соломой это просто подходишь тот который тут лопаты еле-еле а тут за кончик вот так берешь ну я смотрю вас тоже я очень тоже люблю сейчас мы с брянска были и там с многими связи наладили ну хвойники хотим тоже много видов но не только секвой дендры то есть вот эти вот ясно я такой мета секвой там там потому что польские голландские но немецкие все недоверие конечно не ну да там просто надо аккуратно плавно перевести с их так сказать вот на питание на свое нет если дать вот такую шикарную же почву которая прошла после стружки вот этой после перегнила то там иммунитет крепкий будет вот совершенно верно вот настолько своим согласно потому что все это за шесть лет уже прошло да да вот в этом году меня спрашивали приезжает один минка ты чем обрабатывал свою клубнику я говорю вот поверишь вообще ничем ну да я засыпаю хвойным опадом с головой вот так просто и когда микробы перерабатывают иголки вырабатывать лимонную уксусную кислоту фунгицид природа и вот просто ни у кого из наших не было такой клубники когда вот все было красное потом я таскал накрывала каждое утро вот такие эти спонбонда вот здесь да 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 не ленился но труд но вы знаете это настолько для меня удовольствие радость радость что мои мужики первые клубнику ели и 6 лет назад тут еще ничего да практически 6 лет назад школка была такая так себе один раз мы приехали 90 процентов саженцев погибло чем они полили единица была кислотность обалдеть и даже вообще был управляющий понятно в общем сами понимаете вот все понятно из классиков пока самому да не пока сам не впряжу ничего не получится очень бардак не научишься понимая что я ничего не знаю я поступил семеряйскую это отмиряйская губру брянская вот это агро университет и сейчас он стал она да он была сельхозакадемия стала аграрный университет закончила вы знаете там на самом деле со мной учились два милиционера один продавец им это не надо было у нас был 9 человек группе но зато проштудировав учебники задав там вопросы преподавателям можно прекрасно научиться физиологии растений конечно видение агрохимии что куда вытекает и откуда втекает да 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 ну а территории вас на рпа больше да чем 6 гектар да больше нас 23 арендована ну понятно развернуться планов громадье просто громадье но иногда думаю а надо ли если это наскорбит ну все равно он разворачиваемся это такая штука что затягивает затягивает это все это вот именно захочешься заречешься а потом пройдет в зимой там что-то к весне да все правильно да ну а голубику кусты тоже до продаете уже такие вот разные разные а вот имеет смысл много сортов то иметь вот так практика пока что думаете я вам сейчас скажу интересную вещь когда мы встречаемся с фермерами один горит это такой классный сорт пойдемте вот этот лучше каждый почек каждый микроклимате показывает по разному подбираешь 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 да но пруда хватает в принципе да обычно уже уже надо вглублять а какая глубина его он вообще массе когда-то был с головой мы приехали а я прошлом году два месяца не было дождей он по колено практически ну да это на таких хозяйствах не так но хотел зато там ила накопилось плодородного много теперь можно вычерпать его мы еще глупыши пустили туда 6 мешков мальков нам говорили оказывается есть закономерность на определенное зеркало воды определенное количество рыбок а мы обрадовались на самом водоросли будут они все слопали правда ну да а я там толкаются уже наверное ругаются да их там точно много а вот кстати можно было бы а то остаться без воды можно сделать нам другой пруд а потом здесь это совсем не просто ваша песок нельзя никаких дел самовольных ах даже так ведь я да а это только потому что арендована или если это было вообще никому нельзя самому да там да по моему так потому что прошлом году нашего друга он самовольно выкопал и чуть уголовное дело не завели там нужно разрешение какой-то это в беларуси такая проблема с этим с бумажками а почему решили именно белоруссию а вы знаете у меня муж этнический белорус родители из белоруссии мы просто пойдем здесь часто приезжал знала обстановку голубика попробовал в польше но он сам расскажет эту историю потому что ну в россии что же много мест где можно выращивать конечно конечно это просто так совпало ему кто-то говорит слушай вот там весь заброшен плотаться голубики никому не нужна а она тут была уже попали гистара заложили в 90-х годах от ботанического сада здесь был даже полив был забор после перестройки все пропало растащили забор растащили полив ну да и растащили кусты и здесь высокие кусты это те которые были которые низкие мы все сами сажали а сколько лет плодоносит так более-менее голубика плодоносит по данным американцев 200 лет там же 200 лет они ее выращивают 200 до то есть эти кусты которые в 90 это можно сказать будут еще и будут да 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 их только надо обрезать и все больше ничего чем больше механизм накапливают вот ночью она легче переносит голубика засуху и недостаток питательных веществ вот а тогда надо ее как раз мульчировать мульчировать делать холмики и ракка все правильно да и мы мечтаем вот мы в прошлом году 300 самосвалов не смазал вот эти больших машин привезли соломы 300 три гектара хватило да вы что ну надо 100 на гектар до камаза газ газика ну а я поменьше да ну а там у нас на рощи на борта а вы на своем до этого на тех хозяйствах где солома какая ржаная солома нет рожь практически не выращивать холодном климате выращивает рожьи без пшеницы притекали вот всякая лечмень мы даже не знаем какая-то неважно она пролежала на полях года два или три колхоз и и не реализовал коровники никуда и они рады были от нее избавиться но просто да чтоб очистить бесплатно взяли фактически только погрузка на нет нет мы сами все грузили на своя это недалеко до наркота что на недалеко вот прям перед стрелого а как-то ездили и далековато ну вот я бы хорошие вещи это тема щепорубильная машина конечно она и дольше перегрева наша мечта под нее прям целый домик сделали он мы там писали до прямо в россии производят к ним и ножи дорогие заточная машина дорогая все там понятно но зато это вот она у нее производительность 8 кубометров в час то есть там день поработал 80 кубометров 10 дней 800 ну засыпь все что хочешь мы поговорим где такая машина да без проблем дам контакт вот конечно была мечта на такую машину мы привезли какую-то там трехфазную электрическую но там заталкивать эти бревна это реально ну заталкивать на не надо как маленькие такие ну потому что вот у нас большая там до 20 сантиметров диаметр ствола там ну она 30 киловатт если двигатель а так от вала отбор мощности мтз может работать и так и так можно это специальное подхватывающее устройство и так сказать все так ну и туда надо конечно вручную понятно мне это но тем не менее он прям как он прям раз и все и дает момент но право на его руки только успеваю отпускать то есть это вот да да здорово нет это конечно прям ну то есть принципе хозяйство можно сказать именно вот как как дело до что кормишь на за это голубика да в общем все то есть саженцы и вот и клюквы зимой крупноплодная пользуется спросом но только в супермаркетах конечно деревенскую болотную покупает большей радостью ну конечно ну да маленькие райские яблочки они очень нарядные еще красивые покупают нас даже был какая-то корпоративный заказ на 8 марта какие-то эти сделали девчонкам своим вот этот подарок очень красиво а кстати вот и вот и такие болотцы импровизированные которые вы сделали да вы сначала ну по дровчик обрыли да то есть там неровности были ежевика и пришлось вызвать бульдозер и он выровнял выровнял но сделал три потому что на разных уровнях попадался он все не мог взвести потом торфь добавляли там все чуть-чуть буквально вот такой слой и сажали сначала начали вручную это вышло так дорого мы там метр семь восемь восемь посадили вручную а потом уже привезли такой каточек специальный который промышленным способом сажают просто прокат он знаете такими зубчиками кидается сено вот это называется состригает усы раскидывается по полю и просто катком про а он туда вдавливает так красиво сначала но потом все равно она приживает зарастает главное поливать первые две недели нам должна быть вообще влажность очень высокой вода стоит автомат 8 начнет сегодня был этот дождик слабенький поэтому 8 начнет поливать и сколько и сколько сотки можно получить такой клюквы о это у нас еще первый год урожай в прошлом году был совсем небольшой четвертый год посадки в этом году американцы с гектара собирают до 20 тонн но это естественно интенсивном земледелии у нас альтернативная если у нас будет вот с этого 30-30-30 в общем около гектара где-то да если у нас будет 2-3 тонны это было бы шикарно с этим тягаться с химией нельзя конечно конечно и потом знаете когда ручной сбор ты собираешь не химизованную ягоду она вообще не портится вообще то есть вот лежит до лежит при плюс 3-4 до марта месяца ну вот я смотрю холодильник то вы такой у нас тоже такие мощный хватит плит системы для комнаты до целые ну то есть там ну это же плит системы у вас стоят там нет я не знаю у нас там агрегат такой холодильный ну да покупали давно лет десять назад уже есть более совершенные и недостаточно заизолировано все таки такой вот туда потери потому что или и поэтому у нас прям сделаны понятно у нас два стоят этих рифа вот там вдали может в них лучше будет хранить и вы там поставили подвели электричество и когда да да здорово но вот клюквы тоже конечно это интересно очень будет то есть он расширяться да стоит в этом направлении ну а вот саженцы голубики вы продаете к какой возраст уже вот обычно двухлетка двухлетка пользуется спросом да а плодоносить уже так она начинает когда третий четвертый год на четвертый уже точно то есть вот оно я думаю честно говоря что через лет там восемь-десять надо менять не то есть будет самое интересное это не клубника клубника это возни больше да 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 и вот вы знаете это очень я считаю перспективным мере стены размножение клубники да почему именно потому что чисто от вируса чисто это да каждый три года люди меняют на 200 лет на 200 лет все 200 лет да а клубника да у меня есть с одним хозяйством мере стены вот они там такие сорта они вот немецкие тридцатых годов там самый клубника самый вкусный сладкий вот я щас микс и шпингер по-моему как-то микс и шиндерка вот она так вот как-то микс и шиндер по моему так называется а ну сейчас могу ошибиться но почти а вот она самая сладкая на свете вот какая тут существует это тридцатых годов еще вот и и надо конечно в идеале достать если у меня я ее на следующий год тоже там я буду брать в общем ребята там знают вот они вплоть до даже деревьев америстемного чистые получают коль там осина при растет в три раз быстрее но это тонна дрова это тоже все расчет выгодно получается очень прямоствольная то есть кто-то на то есть стоит это действительно интересная тема очень тем более это уже супер супер элита считается тоже от нее идет уже усы первые супер элита но самое главное надо проверить то есть почву только конечно занести вот опасно что-то поэтому вот как раз навоз вот это все нельзя конечно с других хозяйств а вот с леса глуши чаще лесную осина ольха вот то что щепорубильная машина почва на год вперед готовится где уже перегнивается до байкал восток там бактерии очень и эра вот кстати у нас во я вам что совет потом расскажу это круче байкала востока эра это это но у меня знакомы они на китай на индии все даже рынка россия это билого удобрения но это комплекс бактерий на именно торфе там в жидкой среде ну как кислорода мало и если неправильное хранение температуру сли они погибают быстро бактерии а там живы то что среда такая пористая воздуха много это щелочной торф там специально на на нем и вот там килограмма на гектар хватает всего воду можно кинуть она светлая через день становится это уникальные вещи они подавляют рост естественно всех плесневых дрожжевых грибков потому что еду отбирают на бактерии соответственно быстрее разлагается органика в разы то есть можно просто вот полметра слоем щепы наложить площадь но там пролить несколько раз в год там проливать да улажнять разумеется чтобы это все и там уже вот 10 сантиметров перегноя вот вы знаете наш поляк вот этот 300 гектара который он не рассказывает же все тоже как и все конечно и он говорит мин 3 года говорит поливал говорит препаратом каким биологическим были как места голубики у нас есть тоже места на новой плантации по непонятной причине посажены в один день все одинаково вроде да такие западины желтые листья нехватка всего просто проходишь 10 метров там прекрасные кусты и он говорит я проливал плантацию вот этим биологическим препаратом все стоят зеленые все супер и я вам сказать когда уж что там ведь наш рынок ну понятно а вот индия китай там тоже очень большой сектор сейчас органического становится ну потому что же да 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 и они вот прям вот это все туда идет там тоннами вот это удобрение ну это бактерии живая культура там многих видов это даже серьезнее чем байкал восток ну это конечно вот за этим будут из просто перегнивает органика во много раз быстрее значит тут как раз ты экономишь и выгодно конечно время все абсолютно да поэтому вот это щипа вообще вот самая лучшая вещь вот просто щипа щипа рубильная машина и в путь и все вот потому что вот все что там надо от азота фосфора до лития кремния и ценных микро все есть абсолютно я в этом году убедилась когда мы нам разрешил один частный скоро будет санфидемстанция помогите машин 20 вот этой коры у него сказка им то надо сдавать а вам надо да да и я туда сажают вот эти все посажены вот в эту кору это видеть какие огромные да да ни подкормки ничего какая подкормка ну зачем все минералы все есть растения мы нужны ничем не поливала даже вот они все растут вот в этой щепе нет ну это вопрос хватает а когда более интенсивно надо плоды снимать там надо поливать надо это вот просто в разы будет быстрее процесс вот эти высокие гряды это конечно вещь хорошая в смоленске есть такой чугуев на там винограды очень известны 300 сортов виноград там да 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 у него слива кубанская на высокий гряд почему он там холстер конечно не знает но по крайней мере тогда еще не знал ну потому что это он так лет 30 сажает вот три лет три у него вот сорт например слива кубанская комета урожай больше дает чем на кубани например то есть ведь можно добрать ведь ну недаром вот в ламске и да на соловках и арбузы выращивали ну тогда же не было парников применяли тепловые ловушки вот эти все там до почвы сумма почва если вот идеально и богата это это в два в три раза можно ускорить ну процесс а если еще хитрость вот как я делаю который у меня в теплицах там когда углекислый газа много ну то есть голланд стоит японцы специально кач а я не за счет перегнивания бактерий это очень много выделяет кислоты только мы проблема в чем жаркой проветривать приходится а если закачивать из-под конькового пространства горячий воздух в трубы и пропускать под землей где вы поняли были в рязани недавно совсем не сининской слободе и он так делает у меня инжир прирост был максимальный три с половиной метра за год с нуля три спала за сезон три с половиной метра а вы знаете как медленно растут цитрусовые цитрусовый дать самый рекорд какой вот где-то сейчас вам скажу от метра 30 до метра 50 это из-за всего сверху когда замульчирована толстым слоем мы можем воздух 50-60 градусов держать растение держит 50-60 они не держат если почва голая корневая и тогда влага не может подняться то есть там комплекс мер таких простых и у меня вот прирост уж люди видят этого фантастика все такие там-то в общем с томатами вместе перемену совсем в общем там ну вот прямо так сказать именно практически но не так давно но мы шесть лет так сказать то есть нет ну естественно раньше я всегда занимался просто не в тех масштабах